всем привет хочу поговорить для начала об одной пьесе или можно сказать песни потому что музыкальное произведение даже без голоса в общем принято называть в определенных кругах песнями ну для упрощения понимания понимания ну в общем с одной музыкальной пьесы песни эту штуку знают абсолютно все все те кто слушает музыку имеет дома радио или проигрыватель или магнитофон или там компьютер все что угодно в общем те кто слушает музыку в принципе эту пьесу знают наверняка это сто процентов потому что даже если названием армандес румба ничего вам не говорит и вы считаете что никогда эту штуку не слышали вы послушайте и реакция будет следующее ну точно где-то я ее слышал она на что-то такое похоже где-то где-то слышал то ли в ресторане играла группа то ли по радио то ли где-то то ли в обработке в электронном виде что-то такое ну что такое было слышал то есть слышали наверняка армандес румба эта пьеса написанная чиком корея или точнее антонио армандо корее так его зовут армандо это папа него антонио армандо корея который в 2021 году к сожалению покинул наш материальный мир о чем я говорил в предыдущем ролике посвященном одной из пластинок группы чика корея на ритм то форева родился в сорок первом году как я уже говорил папа армандо был музыкант корея с детства играл на разных музыкальных инструментах на трубе в основном в школьном ансамбле и очень хорошо играл очень хорошо и постепенно 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 стал одним из вот тут я подхожу к главному стал одним из самых интересных композиторов 20 21 века композиторов в широком смысле этого слова я имею ввиду не только джаз не только классическую музыку не только академическое музицирование не только рок не только электронику а музыку вообще один из самых интересных композиторов нашего времени ну чтобы не сказать самый лучший один из самых интересных чикаре ритм то форева все знают наверное да чикаре electric band чикаре акустик бэнд записи и концерты с майлзом дэвисом на самых его знаменитых пластинках таких массовых вместе с херби хэнкоком большие гастроли большие концерты в общем много много чего интересного reunion return to forever одну пластинку я показывал и покажу еще одну очень интересную но речь сейчас не об этом речь об армандес румба эта пьеса записано вот на этом альбоме my spanish heart называется пластинка 1976 год двойник вот такой красивый и этот альбом великого джазового пианиста замечательного композитора чика корея я сразу хочу сказать что не пугайтесь друзья мои те кто не любит джаз не пугайтесь те кто со скепсисом относится к латиноамериканской музыки но действительно что там сальса румба про ляля не пугайтесь потому что чикаре записал уникальную совершенно вещь уникальную это одна из тех пластинок которые нужно иметь дома если вы любите в принципе музыку интересуетесь ей как-то вообще что такое музыка если вам интересно что такое музыка здесь как бы джаз как бы латиноамериканская музыка узнаваемого всяком случае это и другое узнаваемо но здесь полностью стерты все стилевые границы потому что я не знаю как их охарактеризовать стиль в котором записан этот альбом в котором сыгран сыграли музыканты на записи этого альбома здесь сыграна музыка как таковая джаз да потому что чикаря джаза никуда не уйдет но джаз который не играл никто наверное да корея корея совместил и джаз и симфоническую музыку я уже говорил выше до музыку европейскую музыку средневековую но у него есть пластинка целая романтик вэриора который мы отдельно поговорим что касается европейской средневековой музыки элементов и и точнее электронику танцевальную музыку фанк эмбиент все что угодно можно здесь найти абсолютно абсолютно юмор трагедию драму веселье танцы абсолютно все при этом настолько виртуозно настолько здорово настолько высококлассно все сыграно что ну после этого не хочется ничего другого слушать вообще это штука опасная потому что я когда собирался записать вот этот ролик я переслушал этот альбом потом переслушал еще раз потом переслушал еще раз и так прошло три дня вот с этим альбом три дня потому что такая глубина столько всего столько всего красивого неожиданного ну чикаря здесь соревнуется с херби хэн каком в наборе электронных инструментов помимо акустического фортепиано фортепиано мини мук мук 15 rp odyssey yamaha орган да в смысле орган ямаха поле мук фендер пиано дальше хлопки в ладоши топа не ногами отдельно прописанные здесь есть четкие партии совершенно точные прописанные записанные на ноты партии хлопков в ладоши и топа не ногами и все это все на месте все как надо но кроме этого стив гад ударные стэнли кларк контрабас электрическая бас-гитара жан-люк понти скрипка дон алиэс перкуссия гейл моран или моран гейл моран жена хэби хэн как вокал и вокальный хор она поет там несколько голосов ну в общем с самого начала ныряешь в какое-то такое море музыки который вроде бы вроде бы латиноамериканская да а вроде бы и музыка в широком смысле этого слова просто я ходил я рассказывал как-то ходил на концерт группы remember shakti с джоном маклафли нам да и говорил что эти индусы сыграли всю музыку мира я был потрясен потому что там и и и звучание хард-рока и хэби металла и индийской музыки раги да и и европейской музыки и все было сыграно на струнных инструментах и перкуссии я совершенно здесь примерно то же самое вся музыка мира здесь сыграна я начинаю со со второй пластинки армандес румба та самая да 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 миллион кавер версий миллион вариантов исполнения пьеса стала классикой джаза уже и кто только ее не играет любой джаз в ансамбле начинающий когда они начинают играть там молодые ребята обязательно и мармандос румба ну-ка сыграйте потому что этот 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 это это все и наверняка вы эту штуку слышали здесь играет жан-люк понти на скрипке хэн как понятно хэнка корея понятно играет на клавишных разнообразных и все это настолько красиво настолько латиноамериканская музыка там ничего не ля-ля-ля такая глубина такая так интересно такое развитие так-то такие пути извилистые что просто с ума сойти после нее приют при люди эту эльбоса и дальше три части собственно говоря вот этой самой эльбоса часть 1 часть 2 часть 3 начинается все хорошо понятно джаза вас фортепиано но из джазовых построений вдруг вдруг играется какая-то фраза и несколько фраз чистовую европейской средневековой музыки классической абсолютно и они не просто вставлены эти фразы они логически вытекают из того что было сыграно в джазе до этих фраз абсолютно логическое правильное развитие что говорит о том что никаких стилевых и даже национальных различий в принципе нет это все искусственные такие вещи для но искусственные не угли для отчего почему для просто искусственных наша музыка она существует вся и сразу она есть вот она так таким облаком нас окружает а точнее вселенная та которая нас окружает это есть музыка у меня задали вопрос а почему музыка приходит из космоса откуда она там берется так вот музыка она и есть космос часть космоса одна из функций космоса умно не правда ли и вот начинается это эльбоса с фортепьянных дел и потом неожиданно во второй части включается весь электронный арсенал и чикаре извлекает из синтезаторов все возможные звуки то есть рик вейкман со своими экспериментами здесь в общем уходит на второй план потому что такие такие свистки шипы и мелодические истории синтезаторные что ну просто электронщик номер один на тот момент времени наверное на четвертой стороне испанская фантазия из четырех частей который начинается просто как симфоническая музыка абсолютно симфоническая с мощной духовой секции со струнным квартетом который здесь играет на протяжении всей практической пластинки настоящая симфоническая музыка настолько красиво и настолько легко усваиваемая настолько лежать лежащая на свободе джаза на красоте на легкости джаза что просто начать понимать что а я люблю симфоническую музыку послушайте любители группы бурзум а я люблю симфоническую музыку скажите вы любители группы пантера или сепультура как я все это идет 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 испанская фантазия элементы конечно latinos да 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 потом неожиданно понимаешь что включился уже синтезатор и включился уже стив гад с ударными и ударные играют под этой красотой невероятно играют соло на ударных тяжеленная роковая просто просто не то что hard rock а такая мощь такой лом так громко так так технично так драйвово а сверху все равно играется симфоническая музыка вот это вот музыка чика корея музыка чика корея насыщенная мелодии и это наверно один из самых ярких самых интересных ненавижу слово мелодист ненавижу слово мелодист автор самых изумительных мелодии и в джазе и в классической музыки 20 века и в эстрадной музыки не побоюсь этого слова двадцатого века и в электронной музыки 20 века и 21 тоже автор мелодист омерзительное слово омерзительное юморист мелодист шансонист чушь собачья в общем вторая пластинка она просто убойная бронебойная и и фантастическая и мила она мне тем что она стирает и как я уже говорил все эти стилевые ограничения все стилевые различия мы играем джаз и тут же мы играем европейскую музыку 17 века и все это логично все естественно все это так и надо ничего искусственного нет а первая сторона на первая пластинка она ближе к джазу с одной стороны с другой стороны все равно она поли стилистично так же как и вторая пластинка лавка стал замечательная штука очень похожие по плотности по фактуре на то что играет группа ритон the forever которая играет одновременно в это же время в 1976 году вышла пласть не вышел альбом romantic warrior чикари умудрился два шедевра создать в один тот же год the gardens прозрачная фортепия фортепианная пьеса переходит в day dance дуэт чика корея со стэнли кларком который играет и смычком на контрабасе и просто на контрабасе пальцами и красота невероятно my spanish hat реприза реприза правильно я сказал фортепианная такая штучка и night streets еще один привет из return to forever еще один привет из фьюжн the hilltop на второй стороне опять дуэль хэрби хэрби хэнкока опять дуэль чика корея со стэнли кларком безумно интересная с приветом от рок-музыки с приветом от фьюжн с приветом от джаза просто полный привет во всем the sky сложное фортепианное произведение но легко читаемое легко прочитываемое легко слышимое но сложное чикаре мастер вот этих симфонических не симфонические а просто мастер музыки мастер создавать музыку и человек который понимал музыку именно в целом именно в целом и то что он играл с майлзом дэвисом это тоже музыка как таковая это не как не музыка по каком-то стиле в определенном да это музыка которая вокруг нас это космос это настоящий космический альбом чикаре my spanish hat а почему я все время на хэрби хэнкока съезжаю потому что никак не могу забыть два грандиозных альбома два двойника в белых обложках где хэнкок и корея играют на роялях два рояля называется по моему эти пластинки это было мировое турне величайших джазовых пианистов они вдвоем играли на фортепиано вообще они шли параллельным курсом хэнкок и корея и умается дэвиса и электронные альбомы выпускали в одно и то же время вот первая пластинка чикаре electric band немножко чем таким параллельными путями ну я пошел пить пока